Теперь, друзья, к нашему гостю. Владимир Каневский. Имя это вам очень хорошо знакомо. Фамилия знакома, возможно, его отцу. А Рона Каневского мы знали, любили очень. Он выдающийся был мастер-кинематографист и большой знаток кино. И даже несколько лет тому назад, увы, уже довольно много лет тому назад, больше 10 лет тому назад, он ввел у нас здесь, на этом телевидении, очень интересные программы, которые назывались «У самовара с Ароном». Они были посвящены кино. И, может быть, многие из вас видели эти программы. Но что касается сына, то Владимир Каневский занимается скульптурой. Мы написали, когда мы представляли, будем представлять его. Он скульптор. Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Мы написали, что вы скульптор, но мы будем показывать разные грани вашего искусства. И скульптуру, которой вы занимались здесь довольно долго, я надеюсь, продолжаете заниматься, потому что она очень интересная. И ваши невероятно интересные, талантливые, уникальные вещи, которые принесли вам фактически мировую славу, это вещи из фарфора. Но мы решили с вами начать с творчества вашего отца. И у меня сразу к вам вопрос, прежде чем мы будем показывать фрагменты из его фильма и говорить о нем более детально. Какую роль он сыграл в вашей жизни? Отец. Во-первых, он меня родил. Это важно. С помощью моей мамы, с которой мне тоже повезло. Ну, огромную роль. Это как бы был пример человека, который был абсолютно увлечен тем, что он делал. Он не сразу начал заниматься тем, что он любил. Он преподавал в автодорожном институте какие-то автомобильные предметы, потом он подписывал какие-то фотографии, потом он был фотографом. Но как только в его жизни появилась какая-то творческая работа, начиная от фотографии, это всегда было потрясающе. Потому что вот он начинал с нуля и очень быстро становился самым лучшим. И это, конечно, играло огромную роль. Кроме того, он был то, что называется, вакаголиком. То есть он все время работал. И это был другой пример для вас важный. Это был очень важный пример, который... И мать всегда говорила, твой отец самородок. Потому что он родился в семье... Мне повезло больше, чем ему. Я родился в интеллигентной семье. Да, образованных людей, которые давали вам пример творчества. Отец родился в семье совершенно простых людей, которые не могли ничего дать, кроме... Любви. Любви к ребенку. Это очень важно. Совершенно верно. Но это были люди абсолютно темные, скажем так. В хорошем смысле. Я не знаю, в каком смысле. Темные в том смысле, что они не варились в интеллигентной среде. Нет, нет. Они не были связаны с искусством. Они были простые люди. Он был родоначальником этого направления в этой семье. В этой семье. А вы продолжили это. А я это закончила. Давайте у нас есть сейчас фрагмент из фильма, который вы представляли не так давно в Руклине. И из этого я понимаю, что это наследие отцовское, оно не просто семейное наследие, что вы в какой-то степени посвящаете время, отдаете свое время тому, чтобы пропагандировать это, чтобы отца не забыли. Ну, разумеется, это огромную роль играет. Кроме всего прочего, я увидел реакцию. Я должен, во-первых, сказать, что это так получилось, что мы опять показываем фрагмент из этого же фильма. Мы его видели только в Руклине, в других городах люди не видели его. Это потрясающий фильм, но у отца есть еще несколько фильмов, не менее изумительных. И там есть технические трудности, поэтому мы не смогли сегодня это показать. Но еще очень важно, я не только для того, чтобы помнили отца это дело, а и потому, что это действительно великолепные фильмы, которые я хочу, чтобы люди видели это. Потому что люди сидели, вот когда показывали в Бруклинской библиотеке этот фильм, для меня это было потрясением. Люди сидели и плакали по-настоящему, настоящими крупными слезами. И с тех пор прошло очень много времени, мы живем в другой стране, все это устарело, казалось бы. Да, с того времени, как события произошли в этом фильме, все изменилось. Все изменилось, изменилось качество кино. Фильм тоже мог бы устарел. Люди сидели и плакали. И для этих людей это тоже важно, не только для памяти отца. Абсолютно. Абсолютно. Потому что его фильмы – это часть нашей коллективной истории и коллективной памяти. Конечно. И вот напоминание, потому что Арон работал в сфере кинодокументалистики, но очень эмоциональный, очень теплый, вот так как он был на это способен. Фрагмент из фильма, который мы показываем, этот фильм называется «Во имя жизни и любви». Может быть, многие из вас видели его еще при жизни Арона, может быть, видели на этом показе в библиотеке. Несколько слов. О чем этот фильм? Фильм этот о двух людей, которые любили друг друга, которые познакомились друг с другом, будучи совсем юными, буквально детьми, начали писать друг другу письма. И они проходят от ленинградской блокады, то есть с довоенного времени, через ленинградскую блокаду девочка осталась в блокаде, и мальчик был на фронте. И они все время пишут друг другу письма. После войны они сходятся вместе и продолжают борьбу за жизнь уже после войны. Поражают большое количество детей. Большое количество детей. И это становится огромной семьей. Это трогательно невероятно. Ваши родители знали их? Как на них вышли? Вышли очень... Отцу заказали очередной фильм про юбилей блокады. Таких фильмов делалось много. Он начал искать, что сделать, я помню его страдания на эту тему, что сделать такое, чтобы что найти. Да, чтобы было что-то особенное, чтобы было что-то человеческое. И он нашел знаменитую историю о том, как играли симфонию Шостаковича в блокадном Ленинграде, холодном. И он начал смотреть кадры того времени документальные и увидел, что какая-то девочка поднесла дирижеру цветы. Он заинтересовался этой девочкой, нашел ее. И это вот эта женщина. Вау! То есть эта женщина дважды вошла в историю? Да. Поразительно просто. Давайте посмотрим фрагмент, где как раз идет разговор с каждым из участников, двух участников этой потрясающей жизненной драмы. Давайте посмотрим. Я разобрал их по месяцам и по датам. Потому что мы хотели, ну, когда-то до них добраться и рассмотреть. Решили посмотреть. Вот это их голоса, вы слышите? Ну, самая младшая из них 41-го года. Для нее самая старшая. Ну и мы отобрали их только по 9 мая. Их 460, по моему счету. Дело в том, что вот они ведь, они вот частично разобраны вот. По годам, потому что... Которые вот тут все мои вот идут. Вот это все, четвертый год идет. В этих письмах основном любовь. Дела тут мало. Так вы что, стесняетесь? Но ведь если это личное, интимное, конечно... Так может быть, это интересно и для людей? Так многое, что может интересно, но человек не показывает. Ведь есть области, которые не показываются. Многое, что было бы интересно. А что вот у соседей? А как вот они так вот сказать? К ним отношение такое было, как к некой ценности, без сомнения. Вот. Никогда этого не было до самых последних дней. Ну, мы что ж, спорить будем с тобой. Ну, ты так воспринимал, а я эдак. Нет, ты так не воспринимал, потому что ты не... Хорошо. Слушай, Любовь, Вадимовна, я тебе скажу так, дорогая моя. В этих письмах было сказано, что мы храним эти письма за тем, что когда-нибудь, как хронику боя, как летопищу сперечтем. Было такое? Было. Для этого и храним. Ну, так о чем... На фронте мы храним, мы друг другу все время писали сохранить. Жила была девочка. Она очень любила наблюдать природу и рисовать цветы. Жил-был мальчик. Так вышло, что фотография его не сохранилась. Но этот его альбом наблюдений природы кое-что о нем может рассказать. Девочка, это было в 39-м, написала в пионерскую газету, как она собирала коллекцию насекомых и как привлекла к этому делу малышей. Мальчик заметку прочитал, разыскал девочку. Любе исполнилось тогда 15 лет. Вот как она выглядела. Понятно, что теперь они уже наблюдали природу вместе. Фотография из семейного альбома. Вчера мы встретили 41-й год. Мы еще не знаем, что это год войны. Жалко мне даже, что приходится прерывать это все. Настолько сразу затягивает этот фильм. Хочу обратить внимание, ваши друзья, что все эти кадры идут на фоне седьмой симфонии Шостаковича. И очень тонко выбраны эти, правильно выбранные темы. Я могу это оценить. Еще у нас есть несколько фотографий, связанных с Аароном, которые напомнят нам о его жизни, о его судьбе, о его очень интересной личности, которую все помнят. Все, кто его знал, не могут не помнить. Давайте посмотрим эти фотографии. Вот это он совсем юный, еще годы, подросток. Где это? Я думаю, что это перед Харьковским автодорожным институтом, в котором он учился. Он выглядит совершенно юным, действительно подростком. Да, еще вот. Ну вот, озорник был. Это было до конца жизни, надо сказать. Пойдем дальше. А вот это он уже... Это ему 77 лет здесь. Мы выходим из какого-то юбилея. 77 лет, вот он пляшет. И поет. И поет. Вместе с вами. А вот это как раз фрагмент из этого самого... У самовара я и... И дальше подставлялось имя. В данном случае это Никита Михалков, с которым он был знаком, поскольку был в жюри фестивалей достаточно много раз. И это происходит в ресторане самоваре. И его маленькая тогда еще дочка. Это дочка. Это после представления фильма... Утомленное солнцем. Да, конечно. Исторический, действительно исторический момент. И вот как раз героями этого фильма, фрагмент, из которого мы только что посмотрели во имя жизни. И с которыми родители подружились и общались. И в общем, это были замечательные люди тоже. Вопрос. Что можно сделать? И делается, например, может быть, это в Ленинграде делается, по сохранению этих фильмов не только в вашем личном архиве. Они где-то показывают, их показывает, допустим, российское телевидение. Что с ними происходит? К сожалению, не происходит ничего. Я копался в архивах, не копался, пытался достать кое-какие фильмы из архивов. Мне кое-что удалось за какие-то совершенно несусветные деньги. Один из фильмов, который на этом диске, один из первых его фильмов, сделанных еще в Харькове, удалось найти вот таким образом. Это просто чудо. Но не происходит ничего. Интерес полностью потерян. Это было советское документальное кино. Оно было другим, чем документальное кино здесь, например. Это была совершенно отдельная школа. И, в общем, очень интересно, несмотря на политическое давление, которое было в этой области, естественно. Но они умели сделать все равно в этих рамках... Они уходили, как художники советские, они находили какие-то другие ниши, они уходили, скажем, в декоративное искусство художники, а документалисты уходили в такое лирическое кино, чтобы уйти от политики. Ну да, про человека, про человека рассказывали. И поэтому это очень очеловеченное документальное кино. Более человечное, чем... Оно не лучше, не хуже, чем, скажем, американское. Но более человечное. Да, но это говорит о том, что здесь это не могут принять как совершенно другой какой-то непонятный жанр. А там это не ценят, потому что за этим как будто нет никаких денег. Это очень жалко. Но об этом мы можем говорить еще долго. Давайте перейдем к вашему творчеству, потому что мы сейчас говорили о том, что творчество Аарона Каневского было очень человечное. И интересно, когда я смотрела на ваши скульптуры, то в них тоже очень много тепла. Я думаю, что это семейное, наверное, каким-то образом это передалось. У нас есть целый ряд скульптур. Пока мы будем их показывать, надо сказать, что Владимир Каневский достиг известности как скульптор, хотя скульптура очень тяжелый жанр для продажи, скажем так. Для маркетинга. Человек повесит картину, но со скульптурой он еще подумает. Хотя сделать хорошую скульптуру – это гигантский труд. Это гигантский труд, и скульптура тяжела даже просто физически. Конечно. Резать, рубить. Да, поднять, перенести. И очень много места занимает. Это известен случай про знаменитого скульптора Джакометти, который после войны переехал в Америку, и он не мог с собой вести свои большие скульптуры. Поэтому он сделал скульптуры размером в 2-3 миллиметра, набил имя чемодан, и этим прославился. Но, тем не менее, невозможно заниматься миниатюрой, только потому что это легко переносить. Давайте посмотрим фотографии, которые лучше всего расскажут нам о творчестве Владимира Каневского, как скульптора. Вот эта скульптура в центре стоит в помещении музея, настоящего музея. Где это? Это Duke University Museum of Art. Это в Южной Каролине. Там много скульптур наших художников, скульптуры картин наших художников. Но в данном случае это очень приятно мне смотреть, потому что скульптура стоит перед картиной Давида Бурлюка, который является классиком. А эта страница, вероятно, похожа на каталог этого музея. А вот вторая фотография тоже, так сказать, художник на фоне собственной работы. Художник, правда, выглядит так, что там очень жарко. А в окне видно Венеция. Я без галстука, как должен быть. Совсем без галстука. А эта скульптура... Что это за фотография? Что здесь происходит? Это выставка была у меня в Венеции. Вот там в дверном проеме в двери виден задний фасад дворца Дожи, там гондола. А это моя скульптура под названием «Зигзаг». Это была выставка ваша персональная? Да, мы там были с художником Туровским. Михаилом Туровским, живописием. Мы делили помещение пополам. И это была голова той скульптуры, которая была в музее. Ваши фигуры вот эти, они такие полуабстрактные? То есть это не конкретика, это не портрет конкретного человека? Нет, тут автопортретность какая-то есть по-видимому, чего невозможно избежать на самом деле, когда лепишь. Вы хотите сказать, что вы показываете себя? Нет, я не показываю, этого просто трудно избежать, потому что... Мы смотрим в зеркало. Я знаю себя лучше, чем других людей, потому что чаще общаюсь с собой. И поэтому, когда находят сходство, когда находят, что в Джоконде, скажем, есть автопортрет Леонардо да Винчи, то в этом нет ничего неудивительного. Это само собой получается. В каких материалах вы предпочитаете работать? Ну, предыдущий был бронза, это керамика. Это портрет такого очень странного скульптора 20-х годов. Бромирский такой был, которого я просто увидел фотографию. Он у меня произвел... Вот он от меня не отставал от образа, я его слепил. Это тоже керамика, они очень большие. Это цемент. Вау! Цемент? Я много работал с цементом, это потрясающий материал. Как это делается? Из цемента, ну, делается форма, отливается. А как получается вот эта вот фактура? Странная такая. Ну, лепится. То есть, надо... Скульптор должен иметь очень много технических навыков, скажем так. Ну, безусловно. А быть инженером... Безусловно. Вам помогло, наверное, ваше первое образование архитектора? Ну, конечно. Скульптура, она очень близка к архитектуре. Это что-то... Это форма в пространстве? Это бронза. Это, во-первых, форма в пространстве. Во-вторых, там есть обращение к материалу. Очень важно, из чего она сделана. Она холодная, тёплая, она тяжёлая, лёгкая, фактура, цвет. То есть, когда вы думаете о теме, вы думаете прежде всего о материале, или вы сначала думаете о материале, потом вы думаете, вот у вас есть материал какой-то, допустим, и вы думаете, ага, я смотрю на этот кусок, что же это может получиться? Это очень часто идёт прямо из материала. То есть, я заинтересовываюсь каким-то материалом, и из этого получается скульптура. Вот я, допустим, делал скульптуру сочетания воска и цемента. Странное сочетание. А как получается вот такой светящийся эффект? Вот мне совершенно поразительно, как будто это... Я даже не могу определить, из какого это материала могло быть сделано, потому что это абсолютно какое-то внутреннее свечение. Если смотреть это на фотографии, то это может показаться, может быть, это картина даже какая-то. Как вы это сделали? Это рельефы большого размера, метр на метр. Они сделаны из полупрозрачной резины, которая наклеена на стальной лист. И у меня была просто выставка такая, где стены были завешаны, как иконостас, такие огромные головы были. И стальной лист, он блестит, и он отражает свет сквозь резину. Если его правильно осветить, то появляется такой эффект. И они начинают светиться, взлетать, то есть появляется вот такая. Вот у нас, по-моему, еще... А, вот это очень интересная работа, неожиданная такая. Это имейте в виду, друзья, что это две фотографии одного и того же произведения. Я даже не знаю, как его назвать, это не скульптура, ну, что-то такое, композиция, композиция, которая просто показана, сфотографирована в разных ракурсах. Это фотография, обработанная на компьютере, измененное лицо, автопортрет, который с помощью желтографии нанесен на это самое и наклеен на цементную плиту, а потом остальное долеплено гипсом. Ну, это такая как бы шутка автопортретного тоже, но... Это цементная плита и восковая голова на ней. Значит, и воск тоже... Как можно эту воск? Воск разве можно вообще оставлять? Это же меняющийся материал. Нет. А как его закрепить? Воск это вечный. Как воск закрепить? Воск это самый вечный материал. Живопись инкаустикой. Вот, кстати, фаюмский автопортрет, который там был... Да, вы его называете фаюмский. Фаюмские портреты писались восковыми красками. Да, но форму, может ли он держать форму, а вдруг изменится температура, он не начнет плавиться? Это вечно. Ну, если масляную живопись положить в печку, она тоже начнет плавиться. С этим ничего не поделаешь. Это более хрупкий материал, чем бронза, но... Но зато он дает в какие-то новые неожиданные возможности? Нет, воск это традиционный материал. Есть скульпторы, которые просто вот работали в воске постоянно. И многие скульпторы делали модели из воска. Эти модели стоят в музеях, прекраснейшим образом держатся. Вот видите как? Век живи, век учись. А вы, как мы уже говорили, по образованию архитектор. Многие люди, приезжая сюда, в Америку, те, кто занимался творчеством, очень часто бывает, они идут на что-то практическое. У вас в руках была довольно практическая специальность. А вы занялись абсолютно непрактичной скульптурой. Да, было дело. Чем вы это объясняете? Ну, во-первых, я не хотел заниматься архитектурой, потому что я перестал заниматься архитектурой еще в Советском Союзе. Хотя, в общем, достаточно успешно работал, довольно много построил. Но очень тяжело. Количество идей, которые ты можешь воплотить в жизнь, оно очень мало по сравнению с усилиями в архитектуре. Скульптура дает тебе возможность, те же самые похожие круги идей, значительно быстрее, ни от кого не зависеть. Не зависеть. Вот это важно. Это важно. Я сижу у себя в мастерской, я делаю. Это меня ужасно привлекло. И я начал лепить еще там, это еще не была скульптура. Скульптура занялся уже здесь. И второе, что меня заставило это сделать, как бы подвинуло на это, это наивность, конечно. Я думал, что я слеплю красивые скульптуры, и тут же стану знаменитым, и буду себе сидеть и лепить. Не тут-то было. Пришлось заняться фарфором, чтобы оплачивать, платить ренту. Да, за ту же студию, где можно было бы еще одновременно делать красивые скульптуры. Но, как оказалось, фарфор вам принес всемирную славу. Вы мечтали стать известным скульптором, вы стали известным скульптором, но знаменитым мастером фарфора. Друзья, для того, чтобы вы могли представить себе, какой Каневский знаменитый, я хотела, чтобы он привез с собой журналы, в которых опубликованы статьи о нем. Но, во-первых, количество журналов не поддается описанию, это огромная гора. Книги, которые основаны на его творчестве, тоже большие и тяжелые. Но самое главное, человек скромный. Он забыл. Но у нас есть, что вам показать в качестве одной маленькой иллюстрации. Это статья, довольно большая, иллюстрированная статья, которая опубликована в журнале «Веранда». Это один из очень важных, популярных журналов, которые в Америке посвящены интерьеру, украшению дома, украшению сада. И во всех крупных, гламурных журналах, связанных с интерьером, начиная с «Town and Country», «Home Beautiful» и так далее, есть статьи, посвященные творчеству Каневского. И фотография, которую вы видите здесь, это не цветочки в теплице, это его собственные произведения. О том, как он это делает, и как это все развивалось, и что это за уникальный жанр, который, казалось бы, должен быть совершенно уже забыт. Об этом мы поговорим в второй части нашей программы после небольшой коммерческой паузы. Напоминаю, что у нас в гостях Владимир Каневский. Не уходите. Офис радиационной онкологии доктора Львовского – это лечение онкологических заболеваний при помощи самых современных медицинских технологий мирового уровня. Среди них новейший аппарат лучевой терапии, позволяющий регулировать интенсивность водоваемой радиации, а также единственный в Бруклине уникальный аппарат томотерапии, позволяющий с максимальной точностью уничтожать пораженные клетки, не задевая при этом здоровые ткани и другие органы. Телефон офиса доктора Львовского – 718-265-4300. Ошеломляющая новость в мире музыки. Bring Me Sunshine – новый диск Олега Фриша в сопровождении голливудского оркестра Патрика Уильямса. Прелестные, знакомые американские песни – лучший подарок праздникам. Когда разбил радикулит, спина ломит, всего знабит. Когда немил весь белый свет и куда так, что мочи нет, и все болит, и тут и там. Каким бежишь ты, докторам? Как! Как! Но! Скид! Когда ты цел и невредим, болезнь рассеялась, как дым. Хвала искусству докторов, ты снова весел и здоров. Кому спасибо говоришь, каких врачей благодаришь? Я! Ганновский! О! Шен! Классу! Правильный диагноз – залог успешного лечения. Доктор-физиотерапевт Ирина Ковалева обладает талантом диагноста и талантом лечащего врача. Ocean Medical Plaza – золотой ключик к вашему здоровью. Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувства юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. 19 января в 7 часов вечера на стадионе Prudential Center «Вечер русской культуры и спорта». Баскетбольная команда «Нец» играет против «Юта Джесс». Представляет авиакомпания «Аэрофлот» «Российские авиалинии». Новогодний подарок для первых 200 покупателей. Билеты по праздничной цене 25 и 50 долларов. Кассах общины и на интернете russianny.com. 19 января в 7 часов вечера на стадионе Prudential Center. All Medical Care. Широко известная клиника предоставит все виды лечения. Терапевт Диана Теппер станет вашим семейным врачом. В клинике работает гастроэнтеролог и гипотолог Александр Бродский. Офтальмологи Леонард Блей и Стэнли Илюшин. Психиатр Зинаида Любов и невропатолог Мира Шерен. Дерматолог Дмитрий Казак и уролог Яков Рахман. Гинеколог Рита Явров. Специалисты по заболеваниям ног Инна Блехман и Раиса Новопасовская. Уникальный коллектив All Medical Care сохранит ваше здоровье. All Medical Care. Эта клиника для вас. Ещё раз добрый день, дорогие друзья. Я напоминаю, что у меня в гостях скульптор Владимир Каневский. И в первой части нашей программы мы успели поговорить о той части его творчества, которая как раз относится к скульптуре, в том понимании, в котором мы привыкли. То есть это какие-то фигуры, это какие-то образы в пространстве, которые достаточно крупные. Некоторые из них, и я знаю, что он делал скульптуры комнатных размеров. Некоторые были действительно большие, рассчитанные на то, чтобы быть представлены в большом пространстве или в музейной галерее. И в какой-то момент оказалось, что скульптура особенно сравнительно неизвестного человека, даже если она выставляется в галереях, а работы Каневского выставлялись, и многие из вас видели их в галереях Нью-Йорка, но трудно продать, а жить-то надо. И вот в этот момент Владимир Каневский обратился к необычному жанру. То есть жанру очень старому, жанру прикладного искусства под названием фарфоровые цветы. Как это произошло? Ну, произошло это сравнительно просто. Я буквально через неделю после того, как я приехал, увидел объявление о том, что требуются художники делать цветы из фарфора. Не цветы, а овощи из фарфора. И я решил, что мне нужно пару недель поработать, пока я не стал знаменитым и очень богатым. Я тогда еще практически не говорил по-английски и вообще ничего не понимал. Решил поработать руками просто на дядю. Я попросил своего друга, он позвонил, я пришел туда, мне дали фотографию, сказали, сделаешь это из фарфора. И я с этой фотографией поехал домой и начал освоевать фарфор. Поразительно. Через полтора месяца я ему уже привез продукцию. Они были очень удивлены, потому что они давно искали художника, не могли найти. И на меня не очень рассчитывали, потому что я выглядел не очень хорошо со своим мучанием. Вот этот человек, который мне дал эту фотографию, все Говард Сладкин. Очень известный декоратор и меценат, я могу сказать. У него одна из самых больших коллекций моего фарфора. Мы дружим. И в общем, очень интересно. И он вам начал давать заказы? Он дал заказ, заплатил за это какие-то деньги, дал следующий заказ. И потом мне пришла в голову мысль делать цветы. Я сделал первые цветы, понес. Принес ему? Да. Они у меня начали покупать, потом я придумал, что можно сделать металлические. Я начал, я как бы понял, что существует этот стиль. Этот стиль существует традиционно в течение 300 лет примерно, 300 лет. Ну да, если вы пойдете, например, в музей меценского фарфора или какого-то там севрского, или просто вспомните украшения на императорских столах, то там обязательно были какие-то изделия из фарфора, которые даже не имели особенно прикладного никакого значения, но они украшали стол, и они действительно из фарфора делали совершенно фантастические вещи. Но в 20 веке эти продолжали заниматься? По-моему, это совсем кончилось. Так вот это самое интересное, что есть. Дело в том, что этот стиль существует. Продолжают художники работать в этом стиле. Это очень ценится. И мы об этом ничего не знаем, потому что это очень замкнутый круг очень богатых людей. Которые покупают. Замкнутый, но не маленький круг, которые покупают такого рода вещи. И так получилось, что я вдруг увидел эту нишу, я увидел, что это самое. И начал придумывать свои вещи. То есть вы знали, что этим особенно никто не занимается? Или мало кто занимается? Я сначала вообще не знал, что этим кто-то занимается. Но наивность помогла. Помогла опять же наивность. Вы просто не знали, да. Это часто мне помогает, к счастью. К счастью, конечно. И я начал это делать, но поскольку я был... Ну, люди, которые делают такого рода вещи сейчас, у них нет... Мне повезло. У меня было гораздо лучше образование, чем у них. И я мог больше. Я начал этим заниматься. И в какой-то момент... Я ненавидел это. Потому что я половину года занимался фарфором, зарабатывал деньги. А потом отдыхал, занимаясь скульптурой. В какой-то момент я вдруг понял. Не без помощи товарищей. Что это тоже творчество. Что это очень важная творчество. Да, что это, может быть, и более важное творчество, чем скульптура. Потому что если скульптура относится к числу личных достижений, то фарфор, в данном случае, к числу мировых достижений. То есть я выхожу в какой-то совершенно другой уровень, чем я могу в эти же скульптуре. То есть у вас совершенно особый какой-то и потребитель возникает. И вы просто украшаете жизнь людей. Каким-то... И это, ну вот, как Фаберже, скажем, был... Я не очень, это не мой как бы... Образец. Это не мой образец. Но вот он вошел в историю, делая вот эти вещи. Не обязательно быть Микеланджело, можно быть Фаберже. И все равно войти в историю. И все равно войти в историю. Это все равно... Если ты делаешь что-то уникальное, если ты делаешь что-то особенное. Вот вы делаете что-то уникальное, потому что иначе на вас бы так вот не обратили внимание. Ведь у вас же не было с начала большого пиара. Как многие говорят, вот надо обязательно иметь менеджмент, надо обязательно иметь пиарщиков, которые тебя будут раскручивать. Вас никто не раскручивал. Вас потом начали открывать. Поразительным образом, что сам... Не потом, а просто с самого начала буквально. То есть я потом уже узнал, что там, скажем, самый первый ландыш фарфоровый, который я сделал, купил дизайнер одежды Валентина, который... Вау! И на этом уровне это пошло сразу. Кто-то увидел у него или кому-то он сказал. Я узнал просто, вот сейчас уже, когда я стал общаться с этими людьми, я узнал, что некоторые люди, там, я не знаю, 10-15 лет собирают мои вещи. Причем люди настолько знаменитые, что я просто совершенно... Это было трудно даже... Переварить! Знаете, вот когда раздается звонок, моя жена подходит к телефону, я слышу такой вопль. Звонит Оскар де Лоренто. И говорит, нельзя заехать к вам в студию. Вот, ну, я ему не отказал. Нет, не отказал. Он заехал в студию. И такого рода это ужасно интересно. У меня нет какого-то особого отношения к знаменитостям, я их не коллекционирую и так далее, но это очень интересно. Очень интересно. И потом они все совершенно необыточные люди, потому что они достигли какого-то невероятного уровня успеха. Кстати, очень часто, начиная тоже, вот как и вы, с ничего, тот же Оскар де Лоренто. Кстати, вот интересно, расскажите немножечко о тех людях, которые вот бывали или приходили к вам, известных людях, знаменитых людях. Про принцессу мы скажем в конце. Ну, приходили, приходило, в студию приходило не очень много людей, но общался я, естественно, с людьми. Например, мы там были по делу в Париже, а мы продаем фарфор. Я говорю мы, потому что работает несколько человек, помогает. И главное, моя жена, которая, в общем, ведет дела. И вы поехали в Париж. И что же вы увидели в Париже? Значит, мы продаем фарфор в Париже, в Christian Dior. У них там есть бутик, очень давно уже, лет 15 я это делаю. И в Париже нас нашел один из наших клиентов, который знал, что мы будем в Париже, и сказал, что нас хочет увидеть Эльберто Пинто. Эльберто Пинто, это, наверное, сейчас самый знаменитый дизайнер интерьеров, который, ну, я его очень хорошо знал, знал по книжкам. Он хочет увидеть меня, это было... Он специально был проездом в Париже, и пригласил нас в мастерскую. Оказалось, что он 10 лет собирает мой фарфор, о чем я совершенно не знал. И это была такая сладкая встреча. Потом мы ему сделали огромный сервиз фарфоровый, просто гигантский, 200 с чем-то предметов. В качестве подарка? Нет, нет, нет. Он довольно... По заказу. ...щедро заплатил. Спасибо, спасибо господину Пинто. Давайте посмотрим, чтобы мы не были голословными, работы Владимира Каневского. Это как раз иллюстрация к одной из статей. Вот там ландыш, видите, это примерно такой же ландыш у... Ну, нет, это сильно улучшилось с тех пор. С тех пор, да? Видите, как, значит, у вас ранние образцы вашего творчества Каневского находятся в коллекции Валентину. Пошли дальше. Комментируйте. Это мальвы. Цветы, которые по-английски называются халихоки. Они сделаны из фарфора. Включая горшочки. Горшочки таракота. Это, ну, такие обманки. То, что называлось в 18 веке. То есть это иллюзия того, что это реальные цветы. Настоящие цветы. Абсолютно. Да. Вот этот вот черный, сейчас я хотел сказать. Вот черная мальва, которая справа. Вот она именно заинтересовала Оскара де Лоренту. Он приехал в студию, сразу купил несколько. Потом для... Есть еще какая-то знаменитая тетка по фамилии Херера. А, Каролина Херера. Да, он для нее... Ну, я не знаю. Я Оскара де Лоренту узнал. На Мэдисона Веню в магазинчике на соседних углах примерно расположены. Он сразу купил для себя две таких, для нее две таких, для своей жены две таких. И предложил делать совместную ювелирную линию, которую мы сейчас с ним вместе делаем. Ага, то есть вы уже и в эту сферу пошли. Или это ювелирные изделия тоже связаны с фарфором как-то? Это фарфоровые. Фарфоровые украшения? Да, хотя там не только. То есть мы делаем фарфоровую часть, он делает остальное и продает через свои. Нет, прелесть того, что вы делаете, это не то, что вы делаете это руками, но вы это планируете. То есть вы как художник, вы как дизайн работаете, это самое главное. Пошли дальше посмотрим. Это сервиз. Это вот недавно, в прошлом году мы сделали вот этот большой сервиз. Сирень посредине, это тоже фарфор. И даже два горшка сзади, это тоже фарфор? Да, вот два горшка сзади, это старинные японские печки, в которые мы иногда сажаем, берем, покупаем контейнеры, или нам заказчики дают, и мы в них делаем композиции из цветов. В данном случае это два японских таких, две печки в виде горшков. Друзья, пока мы показываем фотографии, вы можете набрать телефон наш, потому что времени осталось до конца программы немного. Если вы захотите задать свои вопросы Владимиру Каневскому, то, пожалуйста, позвоните 201-461-1384, 201-461-1384, мы ответим на ваши вопросы. Вау! Вот эта сирень, она сделана из фарфора, здесь больше тысячи, 1200 этих маленьких цветочков. Каждая сделана из фарфора, покрашена и так далее. Вот вы как раз предчувствовали мой вопрос. Это чрезвычайно скрупулезная работа, которая требует невероятного терпения, я так понимаю. И у вас перед глазами что, фотография или вы это мысленно держите в голове, образ будущего цветка? Ну, как правило, я рассматриваю настоящий цветок и думаю, как это сделать. Основная здесь проблема – придумать, как это делать, вот технологию. Потому что это выглядит гораздо более трудной и скрупулезной работой, чем на самом деле. На самом деле, когда придумываешь… Самое трудное, как сделать, да? Как сделать. Когда придумаешь, вот над этой сиренью, я думал, это вот гиацинт в старинном, 18 века, в горшке, который принадлежит заказчику. Когда телефон снимут, то мы увидим горшок. Да. Вот, спасибо. Сам гиацинт, он сделан из варфора. Значит, то же самое. А что, вот когда вы говорите, очень важно и очень трудно придумать, как это сделать? Как это будет держаться, как это будет крепиться на… Как сделать, какие инструменты? Нужно придумать инструменты, придумать, как это сделать из варфора. Это чисто инженерная работа. Здесь инженерная работа значительно больше, чем художественная. Это именно технология этого дела. Это вот мы сделали недавно для Ральфа Руччи. Композиция. Это китайский контейнер. Это еще одна сирень другого типа совсем. Невероятная красота. Просто дух захватывает. Но у нас есть звонки, поэтому давайте мы ответим на них. Если у нас еще есть картинки, мы можем показать. А если нет, эти мы потом покажем, картинки. Давайте мы ответим сначала на звонки. Звонок номер один из откуда? Сейчас нам скажут, откуда этот звонок. Никак не могут… Да. А можно звонок? Нет? Вот мне говорят, что давайте сначала картинки покажем, что-то там у них не стыкуется. Окей, тогда расскажем несколько слов. Это вот одна из ваших коллекционерш, заказчиц, поклонниц. Такая простая, незамысловатая дама по имени Глория фон… Фон Турн Унтаксис. Унтаксис. Но она принцесса. Причем, если вы хотите посмотреть, как она выглядела несколько лет тому назад, когда она была молодой, то обратите внимание. Она была довольно известная дама, известная в светских хрониках своим «outrageous», как здесь говорят, таким странным поведением. И она является большой любительницей, поклонницей творчества Каневского. Но давайте все-таки примем звонок от нашего слушателя Виктора. Виктор из Нью-Йорка, говорите, пожалуйста. Виктор, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Я художник. Я занимался керамикой тоже, но не такой. И я вот увидел, я просто потрясен. Мне так это интересно, что я прямо подрагиваю от удовольствия. Я хотел бы знать, где это можно увидеть поближе. Да, чтобы близко рассмотреть. Правильно, хороший вопрос. Владимир, спасибо. Виктор, спасибо, во-первых, за подрагивание. Я хотел бы с вами встретиться, познакомиться. И можно ли с вами встретиться и познакомиться? В Нью-Йорке сейчас можно посмотреть. Есть такое The The Flowers. Это цветочный магазин, как ни странно. Он сейчас номер один, загад, по Нью-Йорку. Они очень хорошо... Где они находятся? Они находятся на угол 52-й и 1-й, по-моему. Ну, нужно посмотреть их. И сайт 52-я и 1-я. ЗА-ЗА? Зе-Зе. Зи-И-Зи-И. Ага. Зи-Зи-Флауэрс. Да. Вот в этом магазине, там они представлены. Там сейчас много, и все как бы удачно можно посмотреть. Ну, в Париже можно увидеть. А возможно, если в каких-то даже бутиках, наверное, связанных с дизайном, может быть, фарфором, с фарфором, ну, в очень многих я как-то врасплох застал. Значит, я могу вам посоветовать вот что сделать. Нужно пойти на наш веб-сайт, там есть ссылки на тех, кто нас продает, и там есть эти картинки все. Назовите, пожалуйста, ваш веб-сайт. Владимир Коллекшн. Ага. Владимир Коллекшн. Это одним словом пишется. Dot com. Очень просто. www.vladimircollection.com. Вот. И посмотрите. Кстати, там очень много иллюстраций. Не так много, как хотелось бы. Он еще не закончен. Он еще так, как бы, многие вещи там будут дополняться. Но красивый очень сайт. Много интересного вы там узнаете. Следующий звонок у нас из Лос-Анджелеса. Пожалуйста, говорите, Наташа. Наташа. Доброе утро. У меня, прежде чем я задам вопрос гостю, у меня к вам такое, как бы, я хочу защитить честь Одессы. Дело в том, что мне очень понравился ваш гость. Вот это вот бормотание какого-то ханыги, алкаша. И вообще. Где? Кто? Про кого вы говорите? Да я вообще не понимаю. Хорошо. Теперь у меня вопрос. Я не поняла, про кого вы говорите, Наташа. Какой гость? Предыдущий? У меня вопрос к гостю. Скажите, пожалуйста. Вы знаете такого скульптора Снецковского? У него несколько фигур... Фигур чего? Лос-Анджелеса. Один из них Рузвельт. Нет, я не знаю. Мы не знаем такого скульптора. Это не ты в Америке? Нет, я не знаю. Первое слышу. Я не могу вам ничего ответить на ваш первый вопрос или ваше первое замечание. Я думаю, что это, может быть, относилось не к вам, а к моему предыдущему гостю. Я даже не поняла. Хотя, в принципе, наши гости... Но все равно обидно. ...перед телевидением не пьют. Но все равно обидно. Я знаю, что есть такие люди, которые очень любят сказать какую-нибудь гадость прямо вот в лицо. А следующий звонок... Это кто у нас? Ах, пока нету. Вот мне все звонили, говорили, что звонки, звонки, а оказывается и звонков нету. Бывает такое у нас. Мисс Коммуникейшнс называется. Владимир, мы начали говорить об этой интересной очень даме. Каким образом она вот в таком странном, затрапезном виде оказалась, что тоже может не понравиться кому-то из моих зрителей, оказалась в вашей студии? Ну, она однажды позвонила, сказала, здравствуйте, меня зовут Глория. Я хочу заказать цветы. И мы ее пригласили на ужин. Она пришла. Вот примерно в таком виде, да? Она пришла примерно в таком виде. Вела она себя. Во-первых, она не ходит, а марширует. Ну, немецкая принцесса. Да, может делать все, что угодно, тем более Германия, Пруссия. Она написала книгу, говорят, о манерах, о том, как нужно себя вести за столом и так далее. То, что я увидел на практике, это было некоторым шоком, как она чесала живот, зевала с полным ртом и так далее. То есть к хорошим манерам она относилась просто как к предмету для книги, но не... Но я бы опять посоветовал пойти на ее веб-сайт и посмотреть ее в красивом виде. Она была очень интересная, действительно, женщина, о которой много писали, с интересной, богатой жизнью. Но теперь она занялась... Но к вам она пришла не просто для того, чтобы посмотреть. Вы ее почему-то учите даже? Нет, ну это просто шутка. Она сказала, покажи мне свою студию. Я ее повел, дал ей в руки молоток и говорю, стучи здесь. Она стучала. Это не единственная принцесса, у которой есть наш фарфор. Есть еще как минимум пять таких принцесс. В том числе одна вещь была у принцессы Даяны, между прочим. И, кстати, уже Клим Кеннеди умерший. И очень может быть, если она была у принцессы Даяны, а вдруг она в конце концов окажется в коллекции английских королей. Потому что если Уильям станет королем когда-нибудь, вполне может быть, что ему эта вещь перейдет по наследству. У нас звонок из Канады от Мары. Мара, говорите, пожалуйста. Мара. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно погромче немножко? Во-первых, вы говорите. А во-вторых, я думаю, что наши люди там немножко увеличат звук. Постараюсь. Да. У меня вопрос к гостю. Скажите, этот веб-сайт, который вы сказали, там есть цены, это можно купить. Что это? Потому что я немножко поздно подключилась. Окей. И я не слышала, что с самого начала. Что это? Можно узнать? На веб-сайте нет цен, это чисто ознакомительный веб-сайт. Значит, мы, можно заказать наш каталог, вот, можно позвонить, заказывать нужно напрямую, потому что такие вещи с веб-сайта не продаются. А интересно, телефон, по которому можно позвонить, есть на веб-сайте? Конечно. Есть все абсолютно. Можно послать электронную почту, можно позвонить по телефону. Никаких проблем. Там есть вся информация на сайте, которая вас приведет к следующему пункту. И вот на этом следующем пункте вы узнаете цены. Хотя я думаю, что очень часто те люди и те дизайнеры крупные, которые занимаются интерьером своих важных очень клиентов, они устанавливают цены. Они покупают вещи, наверное, у вас, я так понимаю, и потом уже сами устанавливают на них цены. Ну, это не совсем так. На деле это происходит таким образом. У нас есть, значит, цены, за которые мы продаем, как они, холлсейл по-русски, оптовые цены. У нас есть оптовые цены, по которым мы продаем магазинам. А магазины умножают эти цены во много раз. Значит, и продают дальше. Зависит от нас, какую цену мы говорим, за такую они покупают. Это первое. И если напрямую у нас покупать, это будет дешевле, но все равно дороже, чем оптовые цены. А дизайнерам дается специальная скидка. Это установленная практика. 30% розничной цены. Ага. И они вот эти 30% получают. Они продают клиенту за эти деньги. Так положено. Вот видите, как важно знать законы рынка. У нас Ирена из Нью-Йорка хочет нам что-то сказать. Ирена, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как-то мне приходилось бывать в Ленинграде на парфоровом заводе. Там очень интересная технология. Я надеюсь, вы ее видели. Эти букеты цветов белых на столах. Очень трудно повторили ее в следующих поколениях, потому что завод очень старый. Как вы справились с технологией? Используете ли вы что-нибудь из тех технологий, или это все ваше новое? Спасибо за ответ. Я не знаю, насколько она новая, но мы придумываем все сами. Мы не пользуемся никакими рецептами и такого рода вещами. Хотя мы сейчас начали работать с заводом Мейсон в Германии. С фабрикой Мейсон в Германии. Мейсон в прошлом году, у них традиции самые старые в Европе, потому что в прошлом году они праздновали трехсотлетие со дня изобретения фарфора. В Европе? Не в Европе. Мейсон изобрел фарфор в Европе. В Европе, да, совершенно верно. Они копировали китайцев, у них все это началось с того, что они увидели китайский фарфор. Они пытались имитировать. И китайский фарфор вошел в дикую моду при дворах европейских. Совершенно верно. Был страшно дорогим, и они пытались найти... Они хотели сделать что-то подешевле для своих королей, князей. Подешевле не получилось, но получился изумительный европейский фарфор, который отличается от китайского, естественно, и который тоже изумительный. Короче говоря, они нас пригласили. Мы сейчас с ними будем выпускать совместную линию Каневский и Мейсон. Первое время мы им будем делать цветы сами, потому что у них не на том уровне, на котором это у нас. А потом, возможно, что я буду просто делать дизайн, а они будут выпускать это дело. Так вот, мы были там в гостях у них, и они нас водили, показывали нам всю технологию, которая у них есть. Многие вещи совпадают, потому что, видимо, они сверху лежат, и мы обнаружили... Но вы их открывали сами, и в этом отношении мы, можно сказать, проделали какой-то круг. Потому что когда вы говорили про Аарона Каневского, вы говорили о том, что он начинал с нуля, с ничего, и добивался очень быстро каких-то невероятных высот. Вы фактически сказали это все про себя. Друзья, я прошу прощения за то, что мы не все звонки успели принять, потому что многие... Ну, Наталью, если она ждет, если у нас... Давайте тогда Наталью еще. Что-то она хочет, я надеюсь, хорошее нам сказать. Наталья, говорите. Здравствуйте. Да, мне очень хотелось бы сказать много хорошего, и это, боюсь, уже вне формата вашей передачи, потому что действительно вызывает восторг то, что мы видели и в области скульптуры, и в области фарфора. Это совершенно потрясающие работы. И у меня в связи с этим вопрос. Есть ли у вас ученики? Основали ли вы свою школу? Можно ли где-то научиться хотя бы технике, я не говорю о творческой технике? Окей, спасибо. Ну, у меня формальных учеников нет. Я не знаю, может быть, люди, которые работают у нас небольшое количество в мастерской, они, конечно, перенимают какие-то вещи. Вот, но формально нет. Ну что ж, друзья, нам все-таки пора заканчивать нашу программу, хотя не хочется. Смотрите нас в следующую среду. Не забудьте про завтрашнюю программу в 5.30 в субботу. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»